Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы с вами посмотрим целых три постройки и первая из них это такая довольно веселенькая это Фредди, который гуляет, который ходит. Ничего себе, он еще умеет говорить? Он поворачивает головой, у него двигаются глаза. Неужели он еще и разговаривает? Фредди, поговори со мной. Фредди? Глаза, да-да-да, глаза. Смотрите, двигаются глаза. Привет, Грегори. Черт, он разговаривает. Обалдежчики. Вот такая вот, ребята, у нас первая постройка. Ну, это так, скажем, развлекательного характера, но сейчас мы посмотрим более глобальные крутые постройки от мастера Фреддика. Ну, по крайней мере, у него так записан в робоксе. О, боже мой, развалился наш Фредд. Теперь наш Мишка стал трансформер. Довольно-таки веселый. Смотрите, ну, ничего сложного, да? Смотрите, вообще, как собрать Фредди? Ну что, ребята, переходим к следующей постройке. Это у нас самолет, это у нас истребитель, немецкий истребитель. Смотрите, какой он прикольный. Тоже круто сделан. И сейчас мы отправимся и посмотрим, что может, что умеет этот самолетик. Вау. Слушайте, ну, очень похож на немецкий прототип истребителя. Я вам чуть позже расскажу про него. Хочу сейчас в него залезть и посмотреть. Так, почему-то крыша у нас летает над ним. Это очень странно. Мне нравится, что еще горит. Видите, как там, где пулеметы, видимо, он стреляет. Еще огонь от того, что только что очередь прошла. Очень много стрелял, видимо, этот пулеметик. О, я понял. Обалдеть. Смотрите, открывается. Все, как в настоящем истребитель. А, детализация, педали, штурвал. Смотрите, все. Настолько приборы круто сделано. Обалдеть. Пропеллер, крылья. Смотрите, все в деталях просто идеально. Обалдеть. Еще и бомбы есть. Этот, кстати, самолетик. Вон уже спрятались. Вы видели, да, только что? Спрятались, короче, колеса. И мы уже готовы взлетать. Ну, точнее, надо было на колесах взлетать. Ну, да ладно. Решили их убрать до взлета. Вот. Он вообще может носить 250-килограммовые бомбы. Также он может ракетные какие-то... О, бомбу скинули! Так, кого мочим? Каких-то орков? Все. Минус. Отминусовали. Так, это что было? Это ракеты, судя по всему, пошли, да? Таким образом стреляют. Да, это ракеты были. Пуск еще одной бомбы. Громим. И, ну, в принципе, да. Можно скинуть и наши шасси. Зачем нам колеса, в принципе, садиться? Садиться мы не планируем. Можно скинуть. На канал мой подпишись. Лайк поставь мне, не скупись. Окей, ребята. Прикольная постройка была. Кстати, если вы не помните, этот разработчик, он сделал еще огромный самолет, который я уже тоже показывал. Это у нас был Boeing Globemaster 3 или Hercules он еще называется. Короче, кто не смотрел, посмотрите на канале обязательно. Он у меня есть. И давайте расскажу. Сейчас вы видите еще какой-то у нас вертолетик. Это, видимо, контейнеровоз. Перед тем, как мы поговорим о нем, хочу все-таки заметить, что топ был Местер Шмидт БФ-109-G-12. Это самый популярный истребитель в Люфтваффе был во Второй мировой войне. Ну, где-то он 640 км в час разворнялся и мог максимально до 12 тысяч подняться в воздух. Ну и пролететь где-то 850 км. Ну окей, ребят, сейчас у нас уже другое вертолетик у нас уже на этот раз. Довольно-таки интересный. Я таких не видел, ребята. Он явно, видите, он возит контейнеры. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Такая форма необычная, да? Можно еще как-то сюда залезть. Сейчас я попробую в кабину залезть, посмотреть, что там. Так, сейчас, подождите, я тут как-то так надо в нее залезть. Сейчас помогут меня туда затащить, потому что сам я не справляюсь что-то. Пустите меня, пустите пилота в кабину. Так, может отсюда как-то. Ух ты, винт как классно сделан, да? Вводите. О, телепорт. Так, хорошо. Ну, что значит изобретатель, да, ребята? Затащил меня в кабину с помощью телепорта. Я бы в жизни не додумался. Ну окей, смотрите, тут тоже вот штурвал есть, кнопочки, все светится, все продумано. Ну, я просто обожаю таких изобретателей, которые в мелочах вот такие, знаете, дотошные. Все сделают точно так же, как было в каюте, увидят какие-то графики, чертежи, все. Вау, 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 смотрите, как крутится обводить лопасти так. В общем, ребят, это довольно-таки мощный вертолет, потому что он должен поднимать грузы, поднимать контейнеры. И сейчас я попросил все-таки показать, как мы будем поднимать контейнер. Ну, я приблизительно представляю, как это должно происходить, но давайте посмотрим на деле. То есть вот так вот подсаживается как бы вертолет на контейнер сверху. Он садится, я так понимаю, в реальной жизни. Давайте это сейчас сделаем. Сейчас у нас что-то не очень получается, но мы сможем, я думаю. Так, потихонечку. Потихонечку. Так, по-моему, лопнул шарик. Так, это может быть проблемой. Так, все, состыковались. Теперь нужно немножко нас поднять, да, чтобы мы смогли как раз забрать этот контейнер. Так, все, выровнялись. Опустили контейнер. А, он чуть-чуть был поднят, я понял. Все, теперь, ребята, мы можем контейнер забирать и везти его куда нужно. Этот, я так понимаю, военно-транспортный, скорее всего, самолет, судя по... О, состыковали контейнер. Все, ребята, вот так вот контейнер состыковывается, прижимается и вертолет может уже лететь с ним, куда ему нужно. Ну что ж, сейчас мы полетим. Так, а-а-а, не получилось, ребята, у нас. Не сильно тросики подтянули, немножко рано взлетели и получилось не совсем красиво. То есть, в реальной жизни, я думаю, что тросики его подтягивают максимально. Ну да, неаккуратно. Пишет тоже изобретатель, что можем повторить, можем сделать более аккуратно, но, в принципе, я думаю, что вы смысл поняли. Контейнер должен был поджаться к нашему вертолету и лететь параллельно с ним. А у нас получается такой висячий контейнер. Но, в целом, ребята, мне понравилось. Это тоже постройка. И вы также, ребята, если особенно вы смотрите в премьеру, то напишите, пожалуйста, какая из трех построек вам понравилась больше всего. Истребитель, вертолет, ну, либо же Фредди, который был в самом начале. Так, мы где-то потеряли свой контейнер, он где-то застрял. Эй, контейнер, ты где? В общем, ребята, такие вот постройки были. Мне они все понравились, все прикольные. И если у вас есть, ребята, какие-то крутые постройки, там, от 20 тысяч блоков, что-нибудь большое, эпичное, интересное, какую-то интересную тему, то, ребята, присылайте. Я буду смотреть ваши постройки. Кстати, ребята, если у кого-то есть город в виде смешариков, тоже можете мне прислать. Вот. Ну что, ребята, на этом у меня пока все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, становитесь спонсором канала, если хотите. И до новой встречи в новых видео. Пока.